Так, сейчас посмотрим Друзья, всем привет! С вами Ржан Рашев, live на своей страничке в Facebook Как и обещал, выхожу в прямой эфир вместе с восходящими звездами отечественной поп-музыки Я бы сказал, уже состоявшимися звездами на самом деле С группой Ninety One Сейчас я их попробую всех перечислить Алем, Эйзи, Бала, Зак и Эйс Эйс здесь рядом со мной У меня чуть-чуть потребовалось времени, чтобы запомнить все их имена Но, друзья, я на самом деле вчера сходил на фильм Ninety One Который вышел, по-моему, уже пару недель он идет в прокате К сожалению, не получилось у меня пойти на премьеру, когда он вышел Но вчера я сходил, я посмотрел, фильм шикарный получился, я в полном восторге Вам большой респект, ребята, потому что действительно получилась очень хорошая работа И для меня, значит, самым главным показателем было то, что я сидел в кинотеатре Я был один из, по-моему, двух там вообще мужчин Зал был полон, значит, молодых девушек и женщин И они все во время, значит, фильма, во время ваших песен, они все подпевали То есть зал прям подпевал Песням, которые, значит, доносили с экрана Они все плакали, они все хлопали То есть, ну, я считаю, что основным параметром успеха, да Условно, можно считать реакцию зрителей, да То есть не то, что пишут критики в соцсетях Не то, что там пишут наши уятмены и так далее Вот, фильм получился, фильм удался Вам еще раз спасибо, респект Вот, у меня первый вопрос для вас, да, то есть я хотел бы узнать Что было самым сложным, да, во время съемок этого фильма Можете рассказать, что для вас, вот, 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 было препятствие Чего вы не могли побороть, но в итоге побороть Во-первых, Балтанас, асален, саламас, асалам Саламас, асалам Безетюхмаштым зоснадаке лодка Мы сезем, как он, как он, говорит, о том, что мы сейчас Рисмим, мистердэ, Англии сеттимизге И, кстати, да, и переходим на... Друзья, сегодня будет у нас трансляция на двух языках, так что задавайте, пишите вопросы свои в комментариях, на русском языке, на казахском языке, я попробую их озвучить. Shift-Control, да, меняемся? Спасибо вам за ваш отзыв. Кстати, он первый раз нам сейчас об этом говорит, мы до этого не слышали, не разговаривали даже про это. Спасибо за этот отзыв. Что было самое сложное? Ну, наверное, играть? Пережить снова. Да, это было очень сложно, потому что то, что происходило в рамках вот этого фильма, да, Владимир, много что произошло с нами, внутренне мы менялись, вокруг много всего, именно было самое сложное просто обратно войти в это состояние, обратно пережить, обратно почувствовать эти чувства. Ну, разве не легко играть самих себя, то есть вы же не играли другие персонажи, то есть вы играли самих себя, значит, вот я Алем, значит, я играю Алема. Мне кажется, ну, как бы вот со стороны, если посмотреть, то это должно быть легко достаточно. Как вам. Нам вообще, ну, нам самим, мне кажется, было не очень сложно, да, но не так, как нам говорили, так, как обещали. То есть наш преподаватель по актерскому мастерству говорил, что на самом деле сложнее всего играть себя, потому что, ну, человек о себе субъективного мнения, и ты не видишь себя, ну, в объективе. И получается так, что, ну, со стороны, ты сам себя не видишь, и ты не знаешь, что ты делаешь на самом деле, вот, какой ты, что ты, и что ты из себя представляешь. Нужно это показать. А как это показывать, это уже, вот, нужно рыться в себе обратно. То есть смотреть на себя, вот, со стороны как-то учиться этому. И это сложно, да? А это, на самом деле, это сложнее, чем наблюдать за кем-то и снять его, вот. Отлично. А сколько, вот, процентов в фильме, вот, реального, да, настоящего, то, что было в вашей жизни, на самом деле, и сколько процентов, ну, было придумано для того, чтобы... 90 на 10. Чтобы фильм сделать... 90. 90 процентов, это правда. Да, 10, это так, как художественный фильм, да. На самом деле, не то, чтобы придумано, 10 процентов, это то, что сделали именно, ну, подали именно так, как надо было кинематографически, да. То есть, как посчитал режиссер. А вот история от того, как AZ купил пистолет, значит, и потом у вас был аргумент внутри группы насчет того, можно ли использовать вообще оружие в защите от ваших хейтеров, это правда? Или это был, или это был, или это был вывесил. Это было правда? Это чистое право, да. И драки были тоже, вот, такого, такого. Но мы не получали так. Не так, как в фильме, да. Вот кинематографически, вот, хорошо, драматично все вы получили, да. То есть, в большинстве случаев вы, в общем, хорошо себя защищали и получали те, кто на вас нападал. Мы это умеем. Бывало по-разному. Я просто, ну, для людей, которые еще не смотрели фильм, в общем, там действительно, вот, был период, по-моему, после вашего дебюта, после вашего первого клипа, в течение, там, не знаю, нескольких месяцев, когда очень много было хейта, очень было много ненависти, и, значит, люди ввязывались в драки, значит, писали всякие неприятные вещи на стенах по поводу вас. Вот, но сейчас, значит, мне кажется, вы этот период прошли, успешно, кстати, опять-таки, вот, я вас поздравляю. Вот, и в фильме очень много сцен драк, значит, с будущими фанатами группы на видео. Вот, поэтому я, ну, на самом деле, это вот то, что меня больше всего поразило, конечно, это та история, как преодолеть вот этот момент, когда ты чувствуешь, что все тебя ненавидят, и все тебя не любят, и вот, вылезти из этого момента, это было очень важно. Вот, давайте вернемся к фильму, расскажите, пожалуйста, про режиссера, да, это Скаро Забаев, наш очень известный, именитый человек, человек, вот, коктейль для звезды, я знаю его, фильм очень успешно также был в нашем прокате. Каково было работать со Скаром, вот, какой он на площадке, расскажите про него очень. О, юмор. Юмор. Король юмора. Мы вот так животы держали. Дело в том, что нам много, много кто говорил, что с ним очень сложно работать, в плане, в плане, как режиссера и актера, потому что он очень требовательный и просто беспощадный на площадке. Да, плюс очень творческий, и он может просто сразу хлам поменять все за пять минут. Да, ну, так и, кстати, было у нас с этим, но с тем, что он относился очень, как бы, аккуратно к нам. Да, очень аккуратно к нам относился. Потому что он хотел, чтобы мы были задействованы полностью в проекте и не были закрыты. Не были закрыты, так как нет опыта, новички, в общем, знают подход. Кстати, мы у него так и спрашивали, типа, Масхара, нам много кто рассказывал, что вот вы там всех материте на площадке и просто ругаете, там пинаете, бьете. Он такой, так мне за что вас бить, за что ругать, вы не актер, я вас понимаю, я хочу к вам подход найти. Я хочу, чтобы вы больше раскрывались, я не хочу, чтобы от моего слова вы закрылись и мне не дали то, что ему надо, да? Да, да, да. Вот он нашел подход, наверное, и было очень классно с ним работать. Просто очень круто работать с ним и мы получили много от него, много от него получили для себя, что мы сейчас как бы используем на съемках. Много, как это, посередине, опыта. Опыта, да. Это был ваш первый опыт, да? Да, да. Очень крутой, очень крутой человек. Понятно, понятно. Вот, а скажите, вот был какой-нибудь смешной случай на съемках, который вы можете вспомнить? Уйма была. Каждый день. Вы говорили про Оскара, что он очень юморной. Может быть, вспомните что-нибудь такое, что вам запомнилось? Лучше обиду его. А, просто этот юмор лучше не граждает. Ну, он, например, меня называл... Как это? Черт. Актер. Актер. Заслуженный актер чуза или? Да. Ну, потому что бывает такой момент, когда ты переиграешь очень сильно, да, там голосу там даешь. Вот так именно. Он такой, че за это? И потом на всю площадку он просто об этом с утра давит. Да, да, да. И смотрите, актер чуза или заслуженный актер. Черт. Надо постараться нормально. Надо постараться. А насколько вот вы сами участвовали в процессе сценария условно и съемок? То есть, были такие моменты, когда говорили, блин, вот так вот не было, да? Да, да. То есть, было вот так вот, нужно вот так. Кстати, это и... Это есть, да, это было. То есть, нам тогда и объясняли, вот, чуваки, это художество. Вот. Это фильм. А мы, кстати, не соглашались просто, да? Да, да. Ну, мы же так делали. И... Не, ребята, надо зрителям показать, что вы вот так-то, так-то и вот так. Да. И вы такие... А, ну тогда, ну ладно, да, понятно, да. Ну, в принципе, как бы это же означает, именно вот это, вы просто показываете это по-другому? Да. А, ну да, как бы смысл не меняется, ну все же, ну все, да. Главное, суть не меняется, но подачу там поменять будет. Да. Как так? Ну это художественный фильм, надо подавать вот так, вот так. Ну ладно. Это как раз были вот эти десять процентов, которые... Да. Значит, добавили фильм для больше драматизации, скажем. Да. Ну то есть, то же самое, как писать песню. Мы там показали, как будто писать песню, это бум и написал, и все. Да. Вот про это давайте поподробнее. Кто из вас пишет песни? Все. Все. Сейчас все. Мы как, короче, Битлз, да? То есть, мы типа всех не так. А на самом деле все знают, что Джон Лезерс, да? Не помню как. Нет, у нас не так. То есть, вы реально все участвуете в процессе написания музыки. Да. Есть кто-то, кто пишет слова, допустим? Да. Нет. Во-первых, сейчас хочется поблагодарить, можно, да? Поблагодарить Ербу Атага за вообще нереальную творческую свободу. Да. То, что он нам дал, и мы просто за последние полгода мы в себя открыли то, что сами как-то особо не знали. Да. Особенно те, кто, мы начинали композиционно. То есть, первый альбом нам помогали. С первым альбомом нам помогал сам Ербу Атпедюхан, композитор Сержан Бахчан и Улжас Нургалиев. Ну, Улжас Нургалиев по сей день нам пишет музыку. А второй альбом, который уже полный альбом, там 10 песен мы уже написали полностью. Сами. Сами. Да. Бывало, что мы просто заходили, есть у нас бит, Улжас. Улжас приходят, показывают, вау, давайте что-нибудь напишем. Да. Для того, чтобы, в общем, ее завершить. Но был не тот ритм, был не тот темп, слова не те были, да. То есть, это реально, вы же мучаетесь, да, над этим? Да. Это, получается, в начале так и было. Потому что мы первый раз сталкивались с такими вот испытаниями, именно созданием музыки. Но потом, когда набравшись опыта, сейчас уже легче идет, мы же знаем, что надо делать. Просто это тоже основная работа, надо продумывать ее всячески. Ну, почему вот так у нас происходило в начале? Потому что мы только собрались. И мы, как бы, не особо спеты были, не особо понимали друг друга, не особо знали взгляды к музыке. Поэтому, поэтому даже та же песня, которую написал Сержан Бахчан, да, мы в начале его долго писали, потому что нам надо было самим оформлять, нам просто дали мелодию. Да. Там рожевка есть, нам надо было оформлять самим, то есть, чтобы красиво было все вот это вот. Вот так же, волна вот это была, да, чувства. А мы сидим просто и не понимаем, не понимаем просто друг друга, то, где, как поет. Ага. В этом, на самом деле, в начале проблема была. Ну, потом, как бы, как мы долго вместе живем, узнаем друг друга и это все пошло само по себе. Все участвуют в процессе официальной песни, все каким-то образом дополняют ее. И, соответственно, вы, вот, ваши доходы, то, что вы зарабатываете, вы тоже поровно делите между собой? Ну, сейчас мы расскажем, вот, наши текстовики. Текстовики. Рэп-дре, эйзи и узак. А мелодию пишем бала, эйз и я. И у нас есть также битмейкер, мы рассказывали, да, ужасно. Отлично. Получается, вот эта команда пишем. Отлично. Все треки пишем. Отлично. То, что доходы делятся, да. Ну, да. По роду. Супер. Давайте про музыку немножко подробнее поговорим. Давай. Мы это любим. Давайте откровенно скажем, да, то есть, ну, все об этом писали и говорили, что вы просто, ну, условно, взяли кей-поп, наложили его на казахстанские реалии, значит, включили казахский текст туда. И, соответственно, вот начинали вы с того, что, ну, условно, полностью копировали вот этот стиль. Угу. Сейчас что происходит? Вы планируете от этого отходить, да, то есть, меняться, и в какую сторону? Давайте начнем вот с этого. Кого вы сейчас слушаете, да, кто у вас сейчас в наушниках, в iTunes, там, или Spotify, я не знаю, чем вы пользуетесь? В Ikea? Да. Просто или скачанный? Что сейчас на вас имеет влияние и в какую сторону вы хотите двигаться? Да. Можете вот назвать трех артистов сейчас, которые вот вы слушаете? Давай, сначала, с первого. Нет, стой. Хорошо. Может, каждый скажет своих трех артистов, потому что все мы слушаем. А, ну давайте. Кого мы сейчас слушаем? The Weeknd, Eminem, Kid Reclaimer. Eminem? Да. Eminem это же для старперов, как типа меня. Да ладно. Мы старперы. Да. Он нас вырастил. Да. Серьезно. Он нас воспитал, да. Да. Так, и кто еще? The Weeknd, Craig David и... Блин, я в шоке. Ребята, вам сколько лет сейчас? Мне 24. По 24 года они слушают Eminem и Craig David. Это то, что было там актуально лет 30 назад, когда мы в школе были. Вот. Круто, круто. Черт. Я в последнее время кого слушаю больше? Я слушаю Aira Smith. Кого? Я, в принципе, сейчас начал слушать обратно. Все-таки рок-музыка, да? И фанк тоже. Да, все. И Stevie Wonder. Стиви Вандер тоже. Стиви Вандер тоже. Рэй Чарлесон. Отлично. Отлично. Я сейчас слушаю. Ашера, Майкл Джексон и The Weeknd и Фендрик Ламар. Да. Все-таки вот классика присутствует, да? А из новых ребят там, не знаю, Kanye West. А, Kanye West. Да, Kanye West. А вот сейчас такая тема качает особенно…